Реанимация на колесах 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 аниматолог, медсестра, анестезист и водитель. Почти каждый день с Еленой работает ее незаменимая напарница – младшая сестра. Но младшая она только по родственным связям, в службе она старшая. У меня есть напарница, моя родная сестра, которая работает здесь раньше, чем я, Зарипова Наталья Анатольевна. Она является моим наставником, она меня обучала именно работе в машине, в транспортной бригаде. У нас каждый вызов, мы готовимся как к тяжелому. Но таких ситуаций, чтобы что-то поменять в своей жизни и уйти из профессии, у меня никогда не было. Одной из первых пациенток, чью жизнь спасли специалисты РКЦ, оказалась Ирина Судакова. Сейчас девушке 17 лет, но когда она едва появилась на свет, ей поставили диагноз отразию пищевода – травма, несовместимая с жизнью. И мы до сих пор это помним, и причем это помнят все. Это помнят водители, это помнит медицинская сестра, мы помним эту маму, папу и этого ребенка, и эту ситуацию. И мы очень часто об ней вспоминаем, потому что это был наш первый опыт. То есть бригада РКЦ только сформировалась, мы еще были только начинающие врачи. И это был ребенок, помощь которому сейчас-то мы таких детей не боимся. Мы знаем, как оказывать им помощь, их оперируют прекрасно здесь. А вот тогда, столько лет тому назад, это был очень тяжелый ребенок. Первую часть операции ее провели здесь. Ребенок благодаря вот еще самоотверженности мамы. У врачей не было столько надежды на то, что все будет благополучно, сколько было надежды у мамы. Вот эта мама уникальная. Вот если есть возможность поставить, ну, говорить о том, что памятник маме можно поставить, вот этой маме можно поставить памятник. Знаете, это как чудо. То есть мы рассматривали это вот как чудо, потому что очень много детей с такими проблемами прошли и имели, к сожалению, неблагоприятный исход. В семье Судаковых наоборот. События декабря 2000 года сегодня стараются не вспоминать. Пять месяцев проведенных в местной больнице, 10 сложнейших операций в Ульяновске и Москве, длительная реабилитация, переживания, стрессы, бессонные ночи, жизнь на грани, будто все было вчера. И даже спустя 17 с половиной лет это больная тема, особенно для мамы Ирины. На глазах у женщины до сих пор наворачиваются слезы. Приехал Тимур Мансурович со своей бригадой. Тогда отделение называлось «Венимация для новорожденных». И увезли мою девочку. Но прежде чем увезти, он какие-то мне бумаги принес подписывать. Я ему говорю, подписывать ничего не буду, пока вы мне не расскажете все, что с моей девочкой, что вы с ней собираетесь, как ее собираетесь лечить. Я не знаю даже. Он очень спокойно, очень обстоятельно, очень подробно мне все-все-все рассказал. Вплоть до того, что они собираются с ней будут делать примерно в таких случаях. И когда он уже уходил, мне говорится, что все будет хорошо. Знаете, я ему поверила. Откуда брали силы? Лучше не спрашивайте. Сна не было, еды не было. Я не могла ни есть, ни спать. Я сутками контролировала ингалятор. За другими детками смотрела. Не знаю, как-то... Не знаю, наверное, так положено мамам всем. Где-то в группе. Боже не помогал, наверное. Вы знаете, я скажу только одно. Когда в Москве главный педиатр России, академик Степанов, на тот момент, теперь покойный уже, сказал, что операция проведена на высшем мировом уровне. Это что-то значит. Это в Москве сказали про наших врачей. К счастью, сейчас все позади. Ирина – первая мамина помощница по дому. Девушка признается, что очень любит свою семью. В свободное время мы любим гулять, с собакой гулять. Если, там, велосипеде кататься, ездить люблю, там, куда-нибудь отдыхать, с родителями люблю. Ну, в основном, большинство люблю заниматься с родителями, ну, в целом, в семье. Люблю, когда все дома. У меня пять человек. Вот, у меня бабушка, папа, Дима, брат, мама. Вот, живем в такой дружной семье. Любовь, я думаю, это самое главное, что есть в семье. И, так сказать, любовь нас поддерживает. Сейчас у Ирины переломный момент в жизни. Наша героиня – ученица 11 класса, а значит, не за горами и выбор будущей профессии. Думаю, когда вырасту, буду стать, ну, стать парикмахером. Делать разные прически, встречи. Думаю, у меня, надеюсь, получится. Надеемся и мы. Если Ире и ее семье хватило сил победить страшный недуг, то и с остальными жизненными препятствиями не составит труда справиться. Справиться вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова